Здравствуйте! Приветствую вас на модуле «Введение в управление IT-проектами». Меня зовут Маргарита Гладкова. Я являюсь преподавателем Высшей школы менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета, а также академическим директором программы магистратуры, бизнес-аналитика и большие данные. В своей работе мне часто приходится заниматься и руководить разными проектами. Это и разработка программы магистратуры, и научные проекты, и проекты со студентами в рамках их дипломов, а также своего рода консалтинговые проекты, которые делаются студентами для компаний. Вместе с моими коллегами Ольгой Игнатьевой и Татьяной Бобрусь мы поделимся с вами нашим опытом. Мы обсудим, как применить проектный подход в образовании, какие принципы управления IT-проектами существуют и как они могут быть применены в образовательном процессе и на уроке. Давайте разберемся для начала, что мы будем понимать под проектом. Формальный институт управления проектами PMI определяет проект как целенаправленное ограниченное во времени действия, набор действий, направленное на создание уникального продукта, услуги или результата. Это означает, что в классическом понимании у проекта всегда есть цель создания нового. У него также есть ограничения по времени, то есть цель необходимо достичь к определенному моменту. Для проекта таким образом может быть построен график его реализации, а также определены ресурсы, с помощью которых цель может быть достигнута. Под ресурсами здесь понимаются люди, деньги, оборудование и прочее. Любой проект, как минимум, должен иметь следующие компоненты. Цель, чего вы хотите достичь, сроки, когда вы хотите достичь этого, бюджет, сколько это будет стоить, заинтересованные стороны, кто основные игроки, которые заинтересованы в этом проекте и менеджер проекта, кто позаботится о том, чтобы все, что нужно было выполнить, было выполнено. Как вы думаете, как может выглядеть проект в контексте школы? Например, учитель может выступить в роли заказчика проекта и описать желаемый конечный продукт, а также указать сроки выполнения проекта. Пусть это будет разработка нового сайта школы к концу учебного года. Ученики класса разбиваются на команды. Команды проекта формируются случайно или опираясь на психотипы способности школьников. Далее школьники в команде реализуют проект и представляют его результаты учителю-заказчику. Почему проектный подход полезен и интересен для обучения? Причин несколько. Во-первых, нынешние школьники в будущем наверняка будут работать в командах над проектами. Учебный проект позволит представить, как это может выглядеть в реальности, как проходят стадии реализации проекта от начала до конца, а также как сочетаются разные роли внутри команды. Во-вторых, реализуя небольшие проекты в течение года, четверти или семестра, учитель может предлагать школьникам меняться проектными ролями. Они смогут попробовать себя в разных функциях и понять, что подходит именно им. В-третьих, школьники смогут развить коммуникативные навыки и навыки работы в команде, научатся договариваться между собой. В высшей школе менеджмента мы постоянно практикуем проектный подход. При этом заказчиками некоторых проектов являются реальные организации. Если вам удастся в ходе проекта решить существующую задачу для какой-то компании, будет очень здорово. Школьники, помимо прочего, смогут получить обратную связь от ее представителя, познакомиться с деятельностью компании и ее бизнес-процессами, а также поймут, как взаимодействовать с заказчиком. Такой опыт школьники смогут добавить и в свое будущее резюме. Этот модуль разработан в первую очередь для преподавателей информатики, поэтому мы будем говорить об IT-проектах, создании сайтов, приложений, программных продуктов и сервисов. Модуль состоит из девяти уроков. На следующем уроке мы обсудим, как описать цель проекта и разбить ее на задачи, какие стадии реализации проекта традиционно есть. Далее в третьем уроке мы обсудим, как построить план проекта и оценить риски проекта. Четвертый урок будет посвящен команде проекта, какие участники есть в проекте, какие у них функции. А в пятом уроке мы отдельно обсудим, какие карьерные траектории в IT-командах могут быть у нынешних школьников. Когда у нас есть команда и план, мы можем перейти к реализации проекта. Таким образом, в уроках 6 и 7 мы обсудим методологию управления проектами и разработкой, их особенности. На восьмом уроке будут рассмотрены кейсы успешного применения гибких методологий за пределами IT в той области, которая интересует нас больше всего в образовании. В заключительном уроке мы разберем, как оценить эффективность проекта. Материалы уроков могут быть использованы как отдельные темы для уроков информатики, а также для реализации проектного подхода в рамках любых уроков.